Это только начало, я Владимир Раевский, продолжим делиться разными новостями из мира всего прошлого. В США, что совершенно поразительная новость, прибежала буквально 5-6 дней назад, в Соединенных Штатах нашли неопубликованное стихотворение Владимира Набокова, оно называется «The Man of Two Moral Lament» — «Сетование человека будущего», страдание или плач человека будущего — это стихотворение Владимира Набокова в 1942 году написал от лица Супермена. Возможно, это вообще первое стихотворение про Супермена, которое пролежало в архивах библиотеки и вдруг оказалось принадлежит Перу Владимиру Набокова. Да, удивительная история, красивая. Потрясающая история, рукопись проезжала почти… С 42-го года, да, где-то так? 79 лет, да, проезжала в библиотеки, в одной из забытых папок, в библиотеке редких книг, в Ельском университете. Андрей Бабиков, литературовед и набокововед, исследователь творчества Владимира Набокова, обнаружил стихотворение, и оно опубликовано, я, к сожалению, так и не смог его, не успел прочитать на английском языке, поскольку оно было опубликовано в «Толли Таймс Бук Ревью», «Толли Таймс Литер Ревью», в общем, к приложению в газете «Таймс», оно доступно только подписчикам. Но ничего, я думаю, что скоро оно где-то проскользнет и появится. Он только-только, Набоков только-только тогда приехал в Соединенные Штаты из оккупированной Франции, разгар Второй мировой войны, известно, что Франция оккупирована на духе Гитлером, в 1942 году здесь, на нашей родине дым, и вот Набоков пишет стихотворение в попытке овладеть таким языком, которым он, конечно же, пользовался в юности, особенно в университете, но теперь ему надо на нем полноценно работать, и он пишет стихотворение на английском языке, предлагает опубликовать в журнале «Нью-Йоркер» редактора по имени Чарльз Пирс. Редактор считает, что слишком сложное стихотворение, и автор к тому же малоизвестен. И не мешало бы английский еще подтянуть? Нет, нет, оно, мне кажется, написано, насколько я понял, поскольку я не читал само стихотворение, написано оно на довольно уверенном английском языке, но решили, что пока еще рановато, пусть мальчик... Но там просто был еще ответ Владимира Набокова, который сказал, что он не так давно живет в Америке, поэтому, возможно, какие-либо огрехи, ну, я так условно говорю, огрехи. Кстати, его опубликовали, кто-то все-таки из «Нью-Йорк Таймса» вынес этот текст, и он уже распространялся. «Таймс Тритер и Сапплмент», вот как называлось стихотворение. Если вынесли его все-таки в соцсети, в чем я совершенно не сомневаюсь, то тогда я его прочту, и мы об этом стихотворении поговорим. А вообще история магическая, и мне всегда сладостно представлять, какое количество еще самых разных непрочитных рукописей где-то остается в библиотеках, в архивах музеев, в государственных архивах, не говоря уже об архивах спецслужб, не говоря уже об архивах нашей спецслужбы, которая много чего наарестовывала и отнимала у писателей. Наверняка где-то там так много всего лежит. Как жаль, что на каждой рукопись не находится свой Андрей Бабиков, который бы ее отыскал. Очень интересно, кстати, спросить у вас, дорогие слушатели, случалось ли вам найти семейные архивы, рукописи, автобиографии или какие-то такие документы где-нибудь на антресолях. Я сам не могу сидеть просто на месте спокойно, когда просто начинать думать об этом. Тем не менее, не так много всего лично мне удалось отыскать. Только то, что было уже известно, и то, что мне показывали родственники об истории моей семьи. Но если у вас есть какие-то истории такого же рода, пожалуйста, поделитесь с ними. Они лично мне, как и история Андрея Бабикова с найденным структурами Владимира Набокова, придают сил и надежды, что когда-нибудь все тайное в этом смысле. По независимым от редакции причин, в смысле, когда-нибудь все это станет явным. А когда мы вернемся в эфир, я с удовольствием продолжу все-таки рассказывать немного о Москве и расскажу о том, почему когда-то на карте Москвы был гидроним, то есть название водного сооружения, которое привлекало к себе всех москвичей, которые ехали к нему буквально валом, и почему этот гидроним более не существует. С удовольствием об этой истории я вам расскажу. Мы благодарим наших рекламодателей. Мария, спасибо за размещение. Что было от него слышало? Ты здесь, да? Да, я здесь. Слушай, а я вот в разгаре нашей беседы написал Андрею Бабикову сообщение, можно ли ему позвонить. А ты знаком с ним? Очень круто. Нет, нет, шоу в Фейсбуке. Давайте пришли. Очень круто, да. Давай, присылай, я сейчас наберу его. Прямо круто. Я на связи. А он в Штатах или где? Где у него? Нет. Все хорошо, звоню. Андрей его зовут? Да. Андрей Бабиков. Алло, Андрей, это серебряное двое, что утром утром. Ну что, я вас тогда перевожу в прямой эфир, буквально через 20-20 секунд пообщаемся, хорошо? Очень круто. Да. Я ночью вчера отправил запрос на дружбу и никак не думал, что Андрей в России. Да, слушай, я тоже думала, что он в Штатах, там же написано, что он работает. Это только начало. Это только начало. Меня зовут Владимир Аевский. Мы даже не планировали на сегодняшний эфир никакой первый звонок, когда я традиционно звоню какому-нибудь интересному человеку прямо из прямого эфира, но решили запланировать его неожиданным образом. И прямо сейчас поговорим с Андреем Бабиковым, литературоведом, исследователем и знаком творчества Владимира Набокова с рассказом о том, как господину Бабикову удалось найти стихотворение Набокова, которое 79 лет никто не видел и никогда не видело свет Божий. Алло, Андрей, здрасте. Доброе утро. Хочу сказать, что лично я, конечно, поражен, совершенно восхищен тем, что вам удалось сделать. И хотел поблагодарить вас от своего лица и от лица всех, кому не безразлична мировая литература, и в частности, имя Владимира Набокова. Благодарю вас, Владимир. Скажите, пожалуйста, Андрей, а как вам все это удалось? Как прошла спецоперация? Видите ли, если занимаешься Набоковым 25 лет, то знаешь немного больше, чем просто читатели и любители, и поклонники автора. А занимаюсь тем временем в архивах последних тоже уже 15 лет, понимая, что есть вот эти потерянные страницы его творческой биографии, которые упоминаются в биографиях набоковских, которые не были опубликованы и которые не были описаны тем временем. И таких страниц не так и мало было найдено и опубликовано в последнее время. Именно с этим стихотворением произошло, наверное, удачное стечение обстоятельств, поскольку найти его не было практически никаких шансов. И в том, что все же мне удалось его отыскать в библиотеке Ельского университета, видимо, это следствие многолетних других поисков разных рукописей Набокова, лекций, набросков продолжений произведений, например, опубликованной мною, пьесы, стихи, письма. И просто в ряду вот этих более, может быть, менее таких заметных и привлекающих внимания находок оказалось и это стихотворение о Супермене, которое на самом деле, на мой взгляд, гораздо более интересно не своим содержанием, сколько самим вниманием Набокова к этой теме, к его широкому очень кругозору и взгляду на мир, не вот этой слоновой башне и слоновой кости, которой все привыкли говорить в связи с Набоковым, не об этом снобизме здесь идет речь, о котором тоже все привыкли говорить, а как раз напротив Набоков открывается нам совершенно неожиданной стороны, как человек, который способен написать стихотворение от имени Супермена, может быть, под влиянием своего друга Эдмунда Уилсона и под влиянием интересов своего сына, 8-летнего Дмитрия, который увлекался комиксами, и эти комиксы папа читал ему перед сном, объясняя американские идиомы. Вот как все любопытно, автобиографично и вместе с тем поразительно, потому что ведь и стихи философские, ведь они трагичные, я видел несколько этих перевозов, этого стихотворения, мне кажется, что в них при всех попытках нащупать вот этот стиль утеряна самое главное, утеряна вот эта трагическая интонация и неизбежность, которая сквозит в этих строках, вот этот размер и парные рифмы, такая, знаете, такая медитация этого Супермена, который раскрывается через свой поток сознания, очень драматичный возникает эффект в этих стихах. Так что, отвечая на ваш вопрос, Владимир, хочу сказать, что только, наверное, многолетние усилия приводят к каким-то подобного рода находкам, само по себе это не открывается, надо знать, где искать, надо знать, как искать и где. И с кем Набоков? Стихотворение о Супермене, это последнее, что мы можем представить себе, вооружившись стереотипами о личности Владимира Владимировича. Это последнее, что приходит в голову, но, тем не менее, вот так все не видно, что открылся. А это действительно папка, которую никто до вас не открывал? Ну нет, почему же? Эти папки открывались. Дело в том, что переписка Набокова и Эдмода Уилсона, его американского друга, она опубликована была еще Саймоном Карлинским в 79-м году. Однако, что случилось? Набоков посылал свои произведения, в том числе это стихотворение, Эдмонду Уилсону, как своему другу и советчику, прикладывая их к письмам. Однако Уилсон отделял письма от собственного сочинения, а также вырезок из журнала «Фагадет», который Набоков посылал, там на рецензии писал и рассказы по-английски публиковал в то время. И Эдмонд Уилсон, отделяя письма от приложений, видимо, раскладывал просто в разные папки, которые уже в архиве тоже оказались в разных местах. Вот из-за этого папка, она не такая и большая, там не так и много произведений и приложений этих к письмам, но почему-то это стихотворение, то ли оно не попалось на глаза исследователям, а я знаю, кто там работал, и это очень серьезные исследователи, то ли оно в то время, это стихотворение, не было в этой папке, а может быть еще лежало с письмом и лишь потом попало туда. Я не хочу сказать, что я совершил какую-то революцию в архивном деле, это нормально. То же самое происходит и в Нью-Йоркской библиотеке, в Berg's Collection, в которой хранится большинство рукописей Набокова, и оттуда мне удалось извлечь неизвестные поэмы, русские поэмы Набокова, две из которых я уже опубликовал, и другие готовлю к печати, я об этом пишу в своей книге «Про чтение Набокова», вышедшей в 2019 году, в издательстве Ивана Лимбаха. В этих поэмах тоже Набоков остается неожиданной стороны. Это такие ветви его творчества, которые изначально казались плодоносищами и сочными, но которые очень быстро отсохли и не дали больше ростков. — Я понимаю, что у вас есть еще находки, с помощью которых вы преподнесете нам сюрпризы попозже? — Ну, вы знаете, я об этом не скрываю, я об этом написал в своей книге, и, скажем, поэма «Солнечный сон», которую я очень долго расшифровывал, я ее публиковал, я публиковал поэму «Олимпикум», еще такую, вот тоже уже больше года назад, она тоже очень любопытная, это русские произведения. Тут-то ведь мы говорим об английском, о начале английского, американского периода Набокова. Это самый начало, это 42-й год. Он только два года как приехал. — Скажите, а как отреагировали в «Тайм-стритеры» и «Саплемент», когда вы написали им или рассказали о том, что нашли? — Простите, Владимир, как... — Как отреагировали в «Тайм-стритеры» и «Саплемент»? — Как отреагировали? — Ну, знаете, просто сама по себе это взрывная смесь Набоков и «Супермен», конечно, да еще и отвергнутое стихотворение нью-йоркерам, да еще и с таким подтекстом, который я описываю в своей статье, это все-таки, мне кажется, критика американской политики, того, что американское правительство не активно участвовало во Второй мировой войне. Мне кажется, что это здесь сквозит, поскольку упоминается резиденция Гитлера, в которую не может попасть Супермен, поскольку, как в моем переводе это сказано, нет речи не о суровых пунктах пакта между двух миров, фантазии и факта, мешающего мне, будь он неладен, наведаться, к примеру, в «Бергстерсгаден». Вот этот «Бергстерсгаден» — это же не случайно, это именно там собиралось нацистское руководство, а Супермен, поскольку он герой комиксов, он не может воплотить совершить справедливость и просто уничтожить это осиное гнездо. Вот эти вещи не показывают Набокова, опять же, не с той стороны, с которой мы привыкли его знать, как человека далекого от политики, от социальных проблем, от всего, что связано с какими-то общими местами газетными. Нет. Ему было небезразлично все это. И в письмах это видно, и в этом стихотворении в том числе. Андрей, большое вам спасибо еще раз и за это интервью, и за вашу находку. Володя, еще один вопрос от наших слушателей, переадресую. Андрей, Андрей, а как вам кажется, какова вероятность нахождения еще неизвестных рукописей Владимира Набокова? Отчасти я ответил на этот вопрос, поскольку некоторые из них в работе, некоторые готовятся к публикации, вероятность очень высокая. И этим надо заниматься. Но это стихи, а не проза? Что? Это стихи, а не проза? Вы знаете, есть и проза, и стихи. В основном, конечно, стихи. Но есть... Вот недавно опубликован был дневник сновидений Набокова 64-го года. Покойный Геннадий Александрович Бураптарло подготовил эту книгу на русском языке. Это тоже неизвестная страница его творческой биографии, показывающая Набокова с другой стороны, не этого стилиста, отшлифовывающего каждое свое слово, а человека, который спонтанно записывал свои сны после пробуждения. Тоже ведь потрясающе и интересное чтение. И таких вещей немало. Есть наброски к продолжению автобиографии прозаические. Тоже есть наброски к рассказам, которые не были опубликованы. Лекции. Некоторые лекции я опубликовал, его замечательные о советской литературе, к примеру. Сны Владимира Набокова, это, конечно, интересно. Спасибо большое вам, Андрей. Спасибо огромное за то, что вы сделали. И как хорошо, что у Владимира Набокова вы есть вы теперь. Спасибо огромное. Это Андрей Бабиков, литературовед и исследователь, знаток творчества Владимира Набокова. Ему удалось некоторое время назад найти в библиотеке Ельского университета не опубликованное раньше стихотворение Владимира Набокова на английском языке, написанное от лица Супермена, а теперь опубликованное в Times Literary Supplement на английском языке и в некоторых, кстати, российских медиах в переводе на русский язык. Вот как мы видим у господина Бабикова, есть и собственная версия перевода этого стихотворения на русский. Какая чудесная история, как хорошо, когда рукописи наконец находят своих читателей и не оказываются забытыми навсегда. Вот что я хотел вам рассказать по поводу Москвы. Примерно в каждой выпуске программы я расскажу какие-то истории про Москву. Уж коли этим занимаюсь, но расскажу и в этот раз. Все мы помним со школы произведение, которое... Нет, я хотел сказать, как оно называется, кто его написал, но вместо этого лучше расскажу, прочту его самое начало. Тем более, что оно звучит, начало это стихотворение, как москловический гимн или ода москловическому самомнению или москловической самовлюбленности. Начинается это произведение так. Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестности города сего, как я. Потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели, куда глаза глядят по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты. Так вот, человек с места в карьер сообщает о том, что никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестности города сего, как я. Это Николай Карамзин и его знаменитая повесть «Бедная Лиза», которую обычно прочитывают где-то в классе, наверное, в седьмом или восьмом и говорят, вот, это начало русской литературы, начало сентиментализма. И тут все уже померли и полегли в седьмом классе на этих словах, потому что звучит это все уныло. Ну, то, как школьные учителя рассказывают про русскую литературу и про Николая Карамзина в частности. «Бедная Лиза», повесть довольно ранняя для русской литературы, 1792 года, может действительно натолкнуть на некоторые заблуждения, в частности, которые сводятся к тому, что, ну, это какие-то первые робкие шаги русских в мировой литературе, подражание западным сентименталистам Гёте с его юным вертором и так далее. Ну, и читается это все действительно, ну, менее захватывающе, может быть, чем современная русская литература и чем те, то, что было заложено уже потом. Вот некоторые есть крестьянка Лиза, которая живет где-то на окраине Москвы, и появляется молодой дворянин Эраст, и у них вспыхивает, о, что у них вспыхивает? Конечно, у них вспыхивает любовь, и это неравный брак, и это крестьянка, а крестьянки что, они только навоз умеют носить на грядку, какая там любовь, а потом выясняется, что и крестьянки, цитирую, крымзина любить умеет, и, значит, у них там пам-пам, и всякие там метафоры для того, что у Лизы, может быть, даже с Эрастом был секс, а потом Эраст уходит на войну и женится на другой, и чтобы поправить свое положение, значит, он женится на другой, берет ей приданное, а Лиза оказывается ни с чем, и бросается в темные воды. Так вот, в темные воды чего бросается Лиза? В темные воды некого пруда, который выкопан неподалеку от монастыря, который Карамзин маскирует как Си многоточие Нов. Какое же интересно может быть это монастырь? Селиверстонов, Си Семипалатинскнов. Конечно, нет, каждый в Москве знает, что это Симонов монастырь. Симонов монастырь, к счастью, до сих пор сохранился, стоит себе недалеко от метро «Автозаводская». Есть некий пруд, в темные воды которого бросилась Лиза от несчастной любви к своему Эрасту. Перечитайте эту повесть, займет у вас буквально, не знаю, 15-20 минут ее чтения. Насладитесь впервые явленным русскому читателю гладким русским языком, который не пытается, наоборот, замаскировать это все повествование за какими-то вычурными формулировками русского языка, а рассказывает практически так, как автор писал бы в каком-нибудь письме. Перечитайте эту повесть, она правда замечательная, но я все-таки хотел бы вернуться к тому, с чего Карамзин начинает. Никто из живущих в Москве не знает хорошо окрестностей города, всего как я. Так вот, хотелось бы посостязаться с Николаем Михайловичем и попытаться найти тот самый пруд, в который бросилась бедная Лиза, не выдержав несчастной любви к дворянину Эрасту. Где же около Симонового монастыря может находиться этот пруд? Меж тем и... да. Я, конечно же, даже открыла гугл-карту, чтобы посмотреть, где этот пруд, но ты знаешь, Володя, прям рядом с Симоновым, вот и нет такого пруда. Вот разве только что уже к технопарку ближе, знаешь, говоря московскими реалиями. Может быть, это набережная была какая-то, Павелицкая набережная, которую Карамзин за пруд выдал? Не в речку бросилась Лиза, а в самый настоящий пруд. Но смотрите, давайте вернемся к появлению самой повести на свет. Это был фурор нереальный, потому что у Карамзина в бедной Лизе произведено некоторое количество революционных действий. В частности, во-первых, крестьянки любить умеют. Для этого считалось, что крестьянки, с крестьянами они могут сацкаться и могут. А вот чтобы крестьянка приебила дворянина, это, конечно, происходит периодически, как Гав Шереметьев и Прасковья Жмчев, но в целом, его крепостная актриса, но в целом, это не то чтобы регулярное событие. Во-вторых, повесть заканчивается плохо, потому что мало того, что самоубийством, так еще и в целом плохо, потому что ничего у Лизы с этим эрастом не выходит. Ну и много разных частных литературных открытий. Там даже есть эротические переживания героев, которые замаскированы у Карамзина, фразы, которые я специально себе выписал. Послушайте, мне очень нравится. Мрак вечера питал желание. Еще там, Михаил Михайлович, а что происходит с прудом, я с удовольствием расскажу вам, после того, как мы вернемся в эфир. Я открыла гугл-карты, чтобы посмотреть. Кстати, хороший монастырь, который Симоновой тоже взял. Очень. Рядышком очень хороший, да. Ну, я понимаю, что где-то есть подвох в твоем вопросе, что это за пруды. Ближайшие здесь Кожуховские пруды, но это аж проспект Андропова далеко, да. То есть, представляешь, она шла за трешку, чтобы утопиться. Сурово, мне кажется. Так, ну если это не набережная, какой-то подвох у тебя в вопросе. Нам слушатели пишут, что там, где были пруды, уже нет этого пруда, там сейчас парковка находится. Ну что, ну я думаю, что, скорее всего, прудик-то засыпали, да? Чего не скажешь. Не скажешь? Ну хорошо, тогда. А еще какие версии у нас? Лизопрут! Это смешно. Пруды лизопрут. Налью себе водицы. Сейчас вернусь теперь. Так, и тут голос Боярского появляется. Есть в Графском парке черный пруд. Там лилии цветут. Или это не Боярский, Елена, простите, если это оказалось не Боярский. Так. Так. Ну и вот представьте себе, конец 18 века, Николай Карамзин, в общем, еще молодой литератор, пишет повесть «Бедная Лиза». Крестьянка влюбляется в дворянина. У них несчастная любовь. Он ее бросает и уходит в другой из-за Приданова. И Лиза бросается в пруд. Где-то недалеко от Симонова монастыря, в пригороде Москвы, тогдашний пригород, теперь метро Автозаводская, где она тогда живет. Повесть реально нашумела так, как, может быть, не шумело ни одно литературное произведение до этого. Современник Карамзина по имени Николай Иванчин-Писарев писал, что Карамзина, цитата, всю столицу обратил к окрестностям Симонова монастыря. Все тогдашние светские люди пошли искать лизиные могилы. А лизина могила где? В водах того самого пруда, который находится где-то недалеко от Симонова монастыря. Ну что же, если мы возьмем и посмотрим на литографии XIX века с изображением окрестностей Москвы, то мы увидим Симонов монастырь на этих литографиях. А где-то впереди, на переднем плане, будет тот самый пруд. Тот самый лизин пруд. Он не имеет названия, но, конечно же, как только вышла Карамзинская повесть, сразу же в Москве, в литературно-центричном городе, начали называть его, этот пруд, Лизиным. Туда действительно бросились люди, которым было важно проявить верность по отношению к карамзинской героине. И они отправились туда, чтобы почтить память этой вымышленной барышни. Но вымышленно она или реально тогда совершенно никого не интересовало. Но более того, поскольку времена были такие, что литература оказывала воздействие на молодых людей совершенно иногда разрушительное. И, в частности, страдания юного вертера, которые были предшественниками, написаны были за 20 лет до бедной Лизы, они стали такой книжкой, из которой люди бросались в обнимку с колоколем, топились в прудах и стреляли себе из... Не знаю, какое там тогда было огнестрельное оружие, были тогда револьверы, стреляли себе в виски. В общем, судьба юного вертера, который тоже покончил с собой, не могла не будоражить мысли и чувства молодых жителей тогдашней Европы. И даже книжку страдания юного вертера запрещали и в некоторых германских княжествах, и в Дании, и еще где-то. В общем, это было целое дело. Но в Москве, как сказывают молодые барышни, которые прочли бедную Лизу, тоже шли топиться, и, конечно, для них важно было утопиться именно в том пруду, в котором это случилось с Карамзинской героиней. «Здесь бросился в пруд растого невеста. Топитесь, девушки!» В пруду довольно место. Так вот ерничали современники. Другие писали около этого пруда, вырезая прямо на деревьях строки вроде «В струях сих бедная скончала Лиза дни, коль ты чувствительно прохожий, воздохни». И, в общем, пруд был усажен деревьями, которые были изрезаны такими надписями, которые оставляли москвичи, которые приходили туда, чтобы почистить память бедной Лизы, и, к несчастью, некоторые из них приходили, чтобы утопиться, подражая этой героине. Прошло, ну сколько, 40 лет. Журнал «Телескоп», 1833 год. 40 с лишним лет прошло после публикации «Бедной Лизы». Там написано, «Да тихий пруд повлек толпу москвичей за обычные пределы их существования». Ну, то есть отправил москвичей, которые тусят у себя там внутри Булеварного кольца, да практически замкат за треху. Дальше продолжает журнал «Телескоп». Березы иные посохли, иные упали, иные порублены, иные изуродованы усердием писателей. Писателями, видимо, автор журнала «Телескоп» называет не только тех, кто занимается литературой профессиональной, но и тех, кто пишет на березах. К началу 20 века, мало того, что пруд получил официальное название «Лизин пруд», так ведь нет, там рядом появилась еще и Лизина Слободка, где жили люди, очевидно, наследники той самой Лизы и ее матушки, и Лизин тупик, и такая улица, которую никуда не вела, и Лизинская железнодорожная ветка, более того, даже станция Лизина. Что нам сделать, чтобы, например, российские железные дороги, современные нам России, не переименовывали станцию «Серп и молот», например, которая упомянута в бессмертной поэме Венедикта Ерофеева «Москва петушки» в главе «Серп и молот» Карачарова? Что нам сделать, чтобы литература оказывала такое же печатное слово, а была такой же великой силой, чтобы какие-то допонимы в Москве получали свои имена по литературным героям и по обстоятельствам литературных произведений? Все, казалось бы, из-за обычной крестьянки с разбитым сердцем, которая кинулась в пруд, не выдержав несчастной любви. И вот Лизинпруд, он действительно существовал неподалеку от Симонова монастыря, и туда действительно приходили люди весь конец XVIII века, весь XIX век, может быть, даже в начале XX, уж не знаю, с какими целями, то ли почтить память бедной Лизы, то ли там что-нибудь повыпивать. Потому что к началу XX века, еще в 30-е годы он существовал, был изрядным образом загажен и захламлен, отдельные энтузиасты городского благоустройства предлагали его почистить, но город, как говорится, взял свое. И теперь на месте тех самых воздыханий, душевных волнений, теперь обычная парковка перед торговым центром. Прямо, буквально в трех шагах от станции метро «Автозаводская». Если вы туда придете, не знаю, почувствуете ли вы связь времен, и почувствуете ли вы, что это место намоленное, более того, наплаканное и выстраданное, но как минимум оказаться на том месте, где когда-то был лизен пруд, а мы по картам сверили, что он находился ровно там, на той самой парковке, около метро «Автозаводская», конечно, оказаться там было бы прикольно. Хотя больше там, повторюсь, ничего нет. Я бы сказала, если вы будете на «Автозаводской» и почувствуете горести любви, то, знаете, исторически что-то в этом месте все-таки есть. Наши слушатели предполагали, что, возможно, это футбольное поле, стадион Эдуарда Стрельцова, но нет, это действительно парковка. Вот это был бы номер. Да, вот это был бы номер. Но я должен сказать, что если уж вы там окажетесь, то не пропустите, во-первых, Симонов монастырь, прекрасное место, там есть такой средневековый небоскреб в Солодовне, ничего не буду рассказывать, лучше как-нибудь отдельно расскажу побольше. Во-вторых, не пропустите, конечно же, Деказил, изумительное огромное здание эпохи архитектурного авангарда, построенное братьями Весниными. Ну и, в-третьих, не пропустите старенький стадион имени Эдуарда Стрельцова, на котором играет команда Торпедо, не знаю до сих пор ли, но я не знаю, что там с этим стадионом сейчас происходит. Вот не уверенно, кстати, ты знаешь, что сейчас там играют? Когда-то, когда футбольный клуб Урал, за который я болею, играл в первой лиге и периодически встречался с Торпедо, я ходил на него смотреть. Иногда Торпедо играл в Лужниках, это было, конечно, довольно позорное зрелище, потому что, ну, футбол первой лиги в огромном, на огромном гигантском стадионе Лужников, сколько там, тогда он вмещал до реконструкции к чемпионату мира, не знаю, 60, наверное, тысяч человек, ну, что-то безумное. И вот там люди сражались за какое-нибудь седьмое и восьмое место в первой лиге, сейчас называется футбольная национальная лига, ФНЛ. Ну, вот, это было довольно весело. А иногда они играли прямо там, на Автозаводской, на стадионе Стрельцовой, я туда тоже хаживал. А что там сейчас, я, честно говоря... Реконструкция до 2022 года, пишет на сайте. А, то есть до следующего. Жаль, если этот стадион потеряет былую провинциальность, и вот он был настоящим стадионом окраинной Москвы, настоящий такой рабочий заводской стадион, куда люди ходили еще с незапамятных времен поболеть за торпедо. Ну, какой-то, наверное, шанс невеликий есть, что там могло сохраниться. Ну, уж не знаю, не знаю. Вот, закончили мы с бедной Лизой. Хотел еще с вами поделиться одной новостью из моего родного Екатеринбурга. Конечно же, никак я не успокоюсь. Дело в том, что 7 мая 2021 года, буквально три дня назад, исполнилось 20 лет со дня гибели поэта Бориса Рыжего, может быть, самого замечательного русского поэта Урала в 20 веке. Так вот, когда-то Борис Рыжий работал в журнале «Урал» литературным сотрудником, отвечал за наполнение рубрики «Поэзия». Благодаря Борису там в журнале появились некоторые рубрики, которые существуют до сих пор, но дело даже не в том, как он хорошо или плохо работал в журнале «Урал», а главное то, что это поэт выдающийся, и интерес к нему возвращается все больше и больше, и теперь читающие его люди решили увековечить его память прямо на здании редакции журнала «Урал» по адресу Екатеринбург, улица Малышева, 24, на четвертом этаже. Для мемориальной доски Бориса Рыжего, жаль, что она будет, конечно, не снаружи, но подождите, все это будет постепенно. Для создания этой мемориальной доски нужно 220 тысяч рублей. В общем, не самые, наверное, грандиозные деньги, если собраться всем миром. Доска, это уже готово, я ее не видел, поэтому ничего не могу сказать о ее художественных достоинствах. Честное слово, может быть, она замечательная, может быть, я такого не скажу, но, по-моему, было бы замечательно, если бы в нашем городе, в Екатеринбурге, в частности, в городе Вещание, Селеверная дождя, появилась еще одна достопримечательность. Поэтому, если вы имеете какое-то отношение к Екатеринбургу, и вам было бы безразличное событие, и вы хотели бы тоже скинуться на доску, найдите... Давайте я сделаю перепост у себя в Фейсбуке, а вы меня найдете, и там уже найдете, как переслать туда какие-нибудь деньги. И намеренно не буду никаких реквизитов сообщать, потому что мы договорились, что мы не занимаемся благотворительностью на радиостанции, но рассказать о том, что какие-то неравнодушные люди придумали почистить память Бориса Рыжего с помощью установки мемориальной доски на двери редакции, где он работал долгое время. По-моему, это чудесно. У меня есть любимая история, поскольку Борис Рыжев был оторвой и довольно смешным человеком, и всегда готовым ко всяким каверзам и шуточкам, то у меня есть любимая история о его пребывании в журнале «Урал». Я прошу прощения у тех сотрудников, которые, может быть, это помнят, и я расскажу в чем-то неправильно, но в двух словах история заключается в следующем. В 90-е годы Борис Рыжий замечательный поэт, хоть и хулиган, работает в журнале «Урал», отвечает за его литературное наполнение, ведет рубрику «Поэзия», и вдруг, поскольку времена у нас все-таки тогда в 90-е другие, приезжает западная делегация в Викторинбург из Германии. И, значит, это люди, которые как-то небезразличны им все, что происходит в России, все, что происходит в Викторинбурге в частности, их водят там-сям, то ли какие-то немецкие литераторы, то ли литературоведы, то ли просто какие-то неравнодушные люди, которые готовы помочь негами, их приводят в редакцию журнала «Урал» и показывают, вот у нас там столы, вот на таких компьютерах мы работаем, все там допотопное, что-то их как-то там развлекает. И вдруг в этот момент, не зная о визите дорогих гостей в Викторинбург, в редакцию заходит Борис Рыжий, моряцкой походкой, окидывает всех взглядом, не замечает никаких немцев и говорит «Хайль Гитлер!» Ну, просто так пошутил. И садится за свой стол. Вы понимаете, что объяснить, что происходит, было почти невозможно. Но я надеюсь, что таки объяснили, особенно если эти люди были не чужды литературе, особенно русской, в которой такие шуточки довольно регулярные. Вот. Пожалуйста, если у вас есть симпатия к русской поэзии и к Борису Рыжеву в частности, давайте скинемся и установим поскорее эту мемориальную доску. А может быть, если мы установим ее, то потом появится и доска на здании, где он работал. К сожалению, не осталось того дома на Вторчермете, где он жил. А может быть, когда-нибудь сбудется и моя личная мечта в Викторинбурге, какой-нибудь маленький скверик или улочку. Лучше где-нибудь на окраине, а самое лучшее на Вторчермете, где вырос и Борис Рыжий, который он вознес до уровня Шагаловского в Витебске. Может быть, и там когда-нибудь какую-нибудь улочку его именем назовут. По-моему, это была бы просто победа Екатеринбурга над всеми возможными политическими, временными, экономическими, эпидемиологическими, любыми обстоятельствами, если бы в нашем городе такое чудо случилось. Пишут ли нам что-нибудь, Мария, из важного, что надо зачесть? Ну, по поводу Бориса Рыжего, я надеюсь, сообщения еще не дошли. Кстати, слышал ли ты белорусскую группу «Молчат дома», которая, я просто одна из немногих песен, которые я знаю на стихи Бориса Рыжего, «Судно» они перепели. Ух ты, «Молчат дома»? «Молчат дома», да, белорусская такая группа, и у них как раз есть песня на стихи Бориса Рыжего. Больше мне почему-то никто не приходит в голову, потому что я подумала, а не поставит ли нам что-либо такое музыкальное на его стихи. Ну, вот больше ничего не могу вспомнить. Если слушатели знаете, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, и жители района Автозаводская, и не только Автозаводская, пишут, что стадион стоит, весь в снегу, никто не играет. Похоже, реконструкция так и не началась. Та самая, которая должна закончиться в 2022 году. Да? То есть ничего так там не происходит? Ну, судя по тому, что нам пишут нет, но я смотрела на сайте городском, московский как раз, архитектурный, и там как раз было, что реконструкция, ну, по идее, как бы должна идти. Так, сейчас торпеда на стадионе не играет Стрельцова, потому что сейчас там идет глобальная реконструкция. Ну, есть у нас и такие сообщения от слушателей. Я давненько уже не была на Автозаводской, поэтому вот не могу сказать. Ну, по крайней мере, в этом году точно не была. Да, нет, я очень надеюсь, что все-таки стадион Торпеды выживет, и все эти окрестности уже там понастроили всяких торговых центров и деловых центров. Я надеюсь, что все-таки эти окрестности как-то сохранят. Есть какой-то шарм на Автозаводской? Есть, есть, соглашусь. Там и Сталинки, рядышком которые с метро стоят, и такая рабочая зона, да, которая начинается там дальше. Дмитрий пишет, все-таки люди топились, начитавшись литературы. Что же надо сделать, чтобы литература сейчас влияла так на умы? Ну, в хорошем смысле этого слова. Вот, вот истину вы глаголите. Спасибо вам за это сообщение. Я только могу присоединиться к этим ломентациям. Мы продолжим сразу после рекламы. Это программа «Это только начало». Это «Только начало». Это «Только начало». Мусульманскому изречению про Гаилем. Справа от главного входа в здание есть небольшой каменный приступок. Рядом с ним вы найдете то, что туда спрятала наша слушательница Галия Родионова. Если так случится, пришлите нам селфи с сокровищем и получайте призы. Мы пришлем вам две книги от наших партнеров издательств и набор сувенеров от «Серебренного дождя». Напомню, что сокровища нации спрятана в Казани. Каждую неделю накануне эфира я прячу где-то в одном из городов сокровища или предлагаю нашим городским агентам сделать то же самое, потом загадываю в загадочке, где все это спрятано, а вы пытаетесь это разгадать. Повторяю еще раз. В переводе с татарского это слово означает «подарок». В Казани есть здание, где появился на свет подарок, подаривший многим юным татарам начало века путевку в рай, если верить знаменитому изречению про Гаилем. Справа от главного входа в здание есть небольшой каменный приступок. Рядом с этим приступком, пожалуйста, найдите то, что оттуда спрятала наша слушательница Галия Родион. И пришлите нам с селфи с сокровищем, после чего мы вам с удовольствием вручим призы. Пожалуйста, не забывайте делать приписку конкурс, когда отправляете нам свои селфи, потому что мы просто иногда получаем от вас селфи и думаем, как замечательно, что у нас есть слушатели, которые не стесняются нам это сделать, нам это прислать. Так вот, делайте пометку конкурс, чтобы мы правильно квалифицировали ваше сообщение. Напомню, что номер плюс 7903-797-6333, плюс 7903-797-6333. На этот номер в WhatsApp отправьте нам селфи с найденным сокровищем там в Казани, где Галия его спрятал. И тогда мы с удовольствием пришлем вам в Казань призы. А в следующем, на следующей неделе спрячем еще в каком-нибудь месте, а может быть, все-таки я успею вернуться в Москву и спрятать сокровища лично, потому что давненько мы не брали в руки шашек, согласитесь, я полтора месяца уже не был в Москве, и как-то сокровища там ни разу не пряталась. По-моему, будет самое время. Напомню, что я нахожусь в Израиле, мне здесь очень хорошо, здесь светит солнышко, здесь все дружелюбно и классно, но мне бы очень, очень, очень хотелось бы вернуться в Москву, потому что мне совершенно необходимо работать. К сожалению, небо над Израилем и границы разблокировали совсем недавно, буквально меньше недели назад. За это время появилось совсем небольшое количество вылетов. Билеты стоят довольно космических денег. Не хотелось бы за эти деньги возвращаться в Москву. Улететь довольно сложно, все, как всегда, через пень-колоду, и, в общем, прямо сейчас, дорогие друзья, прямо сейчас, после этого эфира, я сяду с друзьями в машину, через два часа я буду на сухопутной границе с Иорданией и попытаюсь ее пересечь. По-моему, так еще не делал никто, но я, в общем, запасся разными документами и заполнил кучу всяких анкет, чтобы это сделать. Я очень надеюсь, что у меня получится, тогда из Аммана, из столицы Иордании я смогу улететь в Турцию, а оттуда попасть в Москву. У меня вот такая вот авантюра, довольно безопасная, так сказать, авантюра, но, тем не менее, я с удовольствием поделюсь с вами ее результатами, если все у меня получится. Просто представь, что ты проходишь квест имени Владимира Раевского «Сокровища наций». А вот это твой магнитик, это как раз пересечение границы. Что-что? Спрашивай, что в Алмане, в столице. Вот, например, да, да, используй, пожалуйста. И успехов вам тогда, всем. Тем временем нам написали замечательную историю про стадион Стрельцова, ну, как сказать замечательную, такая картинка эпохи. Здравствуйте, Мария Владимировна, стадион Стрельцова закрывали два года назад и раздавали сиденья. И вот все стояли в очереди, чтобы унести пару кресел домой. В основном, правда, народ на дачу планировал эти кресла установить. Ну, это же такая, как картинка эпохи. Да, как жаль, что меня там не было. Я бы с удовольствием пару сидений оттуда отщипнул бы. Хотя они, наверное, уже были пластиковые. Пластиковые, да. А до того, как пластиковые там были деревянные лавки, хочешь сказать? Да, вот деревянные лавки, это было совсем сказочное. Я помню еще футбол на деревянных лавках. Не буду сейчас уходить в далекие воспоминания, но когда-то мы с друзьями ходили на центральный стадион и смотрели за играми футбольного клуба «Уралмаш», так он еще тогда назывался, на деревянных лавках, где можно было пить, курить, материться и вообще делать все, что хочешь. Довольно свободными были наши стадионы. Напоследок хотел бы вспомнить каждый раз в конце эфира, я вспоминаю какого-то русского поэта и читаю одного из стихотворения. В этом году, в мае, 17 мая, исполнилось бы 80 лет, исполнилось бы 90 лет Германа Борисовича Лисецкому, замечательного поэта, который писал свое имя в историю и литературе, переводил, в частности, не только оригинальных стихов, но и в историю и литературе переводчика Амара Хайяма. Многие из переводов Амара Хайяма мы знаем, будучи написаны, мы знаем, потому что они написаны были Германом Борисовичем, и вот его стихотворение «Натюрморт», читаю буквально с автомашинографии, которая сохранилась в архиве Елены Макаровой. О, рыбные прилавки давних лет, нежнейший семги декаденский цвет, копченые осетрины дух и спины, лоснящиеся атласные лососины. Что говорить о поколении новом, с его тоскою, афиле тресковом? Пенсионеров детская игра. Какая, сколько стоила икра? О запахе в селёжочном отделе. Залом, дебилы, словно баба в теле. Аристократка, керченская сеть. Разок отведать, а потом на смерть. О крабах в банках говорить не стану, но повторять до смерти не устану слова, что в ранней юности постиг. Порель, севрюга, нельма, ому, сик. То рыбы, как раки, раскоряки, остались лишь как знаки в зодиаке. Я вспоминаю, а не протестую. Селёжочный, давно пустую. Своей рукой убрал я со стола. Всё миновалось. Молодость прошла. На такой оптимистичной ноте мне хотелось бы с вами попрощаться. Пожелать вам замечательного дня. Себе пожелать проникнуть в Иордании и улететь поскорее к вам. И следующий эфир провести вместе с Марией Армос из студии Серебряного дождя. До встречи через неделю. Пока-пока. Это был Владимир Рогинский. Программа «Начало». Хорошей тебе дороги. Я желаю слушателю удачи в авантюре, пишет Сергей. Возвращайся. Надеюсь, что в следующую среду будешь уже в студии Серебряного дождя. Спасибо огромное. Надеюсь, до встречи. Пересмотреть этот эфир. Программа «Это только начало». Можно на YouTube-канале «Серебряного дождя». Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Ну а в следующем часе... Пока-пока, Володя. В следующем часе Артемий Троицкий. Программа «Танго» традиционная. Ну, кстати, начнем с обсуждения Евровидения. 730-101, код Москвы-495. В следующий час можно звонить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok